В эфире телевидение Смена ТВ и мы на Летней Детской Академии. Я Максим Шрафудинов, рад вас приветствовать. Главное в профессии журналиста – доверие зрителей. О тонкостях профессии телеведущего и о том, что остается за кадром, участникам Летней Детской Академии сегодня рассказывает диктор Первого канала Максим Шрафудинов. «Наказание. Вопрос об обжаловании данного факта будет решен после того, как мы получим и изучим копию приговора Московского окружного военного судового участия. На решающее заседание попали не все. Некоторые слушали судью на улице у открытого окна». Максим Шрафудинов говорит, что попал в профессию случайно. На ТВ ему пригодилась хорошая дикция, наработанная за годы вокальных уроков. Киноакадемикам Максим советует сначала попробовать себя на радио. Если научить себя говорить в эфире, на ТВ будет значительно проще. «Очень тяжело, кстати, в записи. Всегда тяжелее, чем в прямом эфире. В прямом эфире, когда нет права на ошибку, там мобилизуешь все свои силы, все свои мысли, концентрации полнейшие. Вот всегда так, когда пишу какие-то стендапы, у меня вечно несколько дублей бывает. «Знаете, я бы с удовольствием сам прошел от начала до конца всю эту детскую и летнюю академию. И, к сожалению, никак не могу вернуть себя в этот возраст». Среди киноакадемиков есть мальчишки и девчонки, которые уже точно решили связать свою жизнь с журналистикой. Например, Вера Афанасьева. «Я в СМИ уже второй раз. Первый раз я была на форуме юных журналистов, и там мы с Максимом Шрафудиновым встретились первый раз. И для меня это было такое волнительное событие. Позже, когда я приехала второй раз, я узнала, что Максим Шрафудинов приедет снова. И я была безумно счастлива, потому что это большой опыт, это невероятные эмоции. Ты можешь пообщаться с таким невероятно прекрасным человеком. «Журналистика – это четвертая власть. Ты чувствуешь себя невероятно. Во-первых, ты общаешься с людьми, ты узнаешь что-то новое, и ты развиваешься в разных направлениях. Это может быть и путешествие, и музыка, и кино. Это очень-очень классно. Вера Афанасьева специально для СМИ ТВ». Виолетта Юшкина из Санкт-Петербурга – уже опытный журналист. За плечами несколько лет работы на радио «Китс-ФМ» и десятки интервью со знаменитостями. «Так как я занимаюсь журналистикой и хочу работать на телевидении, для меня встреча стала одной из самых важных. Максим дает очень большую практику, то есть мы сразу тренируемся, мы читаем текст, кусочек из новостей и пробуем себя в роли телеведущих». Виолетта Юшкина специально для СМИ ТВ. Максим Шарафудинов рассказывает об ответственности, которая лежит на плечах тележурналиста. Например, за некорректную аватарку в социальной сети могут оштрафовать и даже отстранить от эфира на месяц. Сменовцев интересует, какие курьезные ситуации могут случиться во время прямого эфира и как все исправить. При приветствии заткнулся в своей же фамилии, я не смог ее выговорить. Мне стало настолько стыдно на тот момент, настолько некомфортно. В самом начале программы я говорю «Здравствуйте, в эфире ночные новости в студии Максим Шарафудинов». По-моему, я сказал Шарафудинов, а выговорить Шарафудинов я на тот момент не смог. Дальше я как-то подхихикивал, пытался это скрыть, спрятать, но это очень тяжело сделать. То есть очень тяжело скрыть смех в эфире. От теории к практике все желающие могут попробовать себя в качестве ведущего. Проверить свою концентрацию в момент, когда все вокруг отвлекает от текста. Я узнала больше про жесты, которые надо использовать, потому что я знала открытые, закрытые жесты, но именно я никогда не задумывалась, какие жесты используют именно ведущие новостей. Поэтому я думаю, сейчас я буду следить за этим чаще и лучше, может быть, в будущем где-то. И для себя я всегда знала, что я очень быстро говорю, я это замечала даже в каких-то бытовых ситуациях, поэтому я думаю, буду следить за этим. Анна Постникова, специально для Смена ТВ. Сменовцы не сомневаются. Правильно говорить, следить за своими жестами важно не только для тележурналиста. Это полезно и в обгновенной жизни, и тем более, если она связана с кино. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!